Активисты «Единой России» и нашего города регулярно помогают приютам для бездомных животных, взаимодействуют с зоозащитниками и проводят мероприятия, направленные на формирование у земляков ответственного отношения к домашним животным. Свой очередной визит они посвятили четвероногим питомцам приюта «Котопес». На дружеской встрече побывала и наша съемочная группа. Тяжелые три мешка с кормом – это целых 50 килограммов. Столько активисты партии «Единая Россия» привезли для питомцев «Котопес». Такую помощь они оказывают уже не в первый раз и считают для себя важным помогать бездомным животным. Когда выезжаем, мы прозваниваем, что вам необходимо, спрашиваем. Ну, обычно просят корма, конечно, для кошечек, собак, и мы стараемся их закупить и привезти. Ну, были обращения, конечно, еще другого повода требовались будки для собачек. Мы строили эти будки, привозили. Жалко, конечно, безответственные хозяева их побросали. Тут большая часть таких, которые просто отпустили, бежи, куда хочешь. Ну, и, конечно, им трудно таким домашним найти себе еду. Поэтому вот такие приюты им помогают. В приют попадают собаки чаще всего с чувством страха. Поэтому задача сотрудников – создать все необходимые условия для того, чтобы животные чувствовали себя комфортно. В первые два-три дня они не хотят ни кушать, ни пить, ни есть, ни в туалет не ходят. Потому что им страшно, что в три квадратных метра с улицы их привели, посадили, и что с ними дальше будут делать. Чё, она красивая. А потом они осваиваются. Несмотря на свой стресс, спустя время даже на прогулки отдают свою любовь приезжим добровольцам. В приюте «Котопёс» сейчас проживает 153 собаки. 50 из них живут в вольерах на улице. Им всё так же требуется ваша помощь и участие. Они надеются попасть в добрые руки. Анастасия Шиховцова, Евгений Садыков. Программа «Время местное».